Мы на месте, сейчас будет экшен, да? Привет, Олежек, ёлки. Тебя так давно не было? А я вижу, ты написал, что будешь. Вон этот красный, прекрасный самурай. А вон машина мечты дальше. Так, друзья, сразу оффроуд. Всё, я первый залетаю, приехал последний. Заезжаю первый. Ну тут он кто-то катался уже, квадрики что ли. А вот эта машина, про которую я говорил. Это просто бомба. Миша внедрил, вместо карбюратора инжектор поставил даже. Видите, какой аппарат. Миша его назвал отец залупазла. Или дедушка. Или старший брат. Сейчас пропустим, они очень горячие. Горячие парни. Нам же надо будет показать эту машину вам в полном объёме. Посмотрите, красота. Но шины, конечно, не очень боевые. Зато есть все блокировки. Бешеный клиренс. Они тоже, наверное, включили Сильвера. Но не Экстрим. А просто МТ-117. Насколько я увидел, не знаю. Посмотрите, как резво идёт. Я даже не успеваю за ним. Включил вторую, но рука занята, одна неудобно. Так, сейчас посмотрим. Ну, очень уверенно. Но это пока разминка. Это известные места. Тут залупазлик над Гран-Чирокей глумелся. Вот как раз это эти места. Так, где-то остальные подотстали. А вот и самурайчик. Очень давно Олега не было. Красиво идёт. Стою боком. В онлайне не видно. Так, Андрюха. Просто бомба здесь, что вам сказать. Ещё, конечно, замес неполный. Но дождь только начался. Так, что это, я имею в виду, сезон дождей. Я надеюсь, он будет. Потому что попересыхали и колодцы, и реки. И всё. Нас погодой очень повезло. У нас, конечно, не всё, как у людей. У нас наоборот всё. Чем хуже, тем лучше. Олег спускаться остановился. Ну, спуститься надо. Ну, как первое ощущение? Как по асфальту. Как по асфальту? А вот главный конструктор. Миша, как ты его назвал? Прародитель? Или дедушка залупазла, да? Ну, похож. Воздушное охлаждение. Пинцгавер. Да, такой машины в Афроуде ещё не было у нас. Так, ну тут относительно простой участок сейчас будет. Я ещё и сильно дубасить не могу, потому что залетают кизяки в салон. Тут открыто всё. Вот зеркало, видите, как выглядит. Ну, и тут тоже всё. Всё чуть-чуть мокренькое. Тут что-то высыпали. А, танк разворачивался. Видите, следы? Танк разворачивался. Не, оно очень чётко здесь сегодня. Пинцгавер, конечно, это круто. И видите, колея не широкая. Чуть шире самурая. Узенький такой он. Ну, клиренс бешеный. На этих относительно небольших шинах клиренс, наверное, чуть ли не больше, чем у меня на УАЗе. Сейчас будет интересно. Так, пытаемся снять. Ну, это он по лайту пошёл. Попробуем тоже пожёстче пройти. Так, я боком. Боком иду, видите, вот так. Машина боком идёт. Тут накопано хорошо. И танк видно был. Колея хорошая. Присел, наверное. За мной пошёл. Ну, там действительно сложновато сегодня. Но у него блокировки. Не знаю, он там шины должен был поменять. Пока борьба идёт. Может пробить, конечно. Да, машина крутая. Посмотрим, что у него за шины. А он на старых, наверное, своих шинах. Обычные МАДы. Вот вам и УАЗ с блокировками. Саня по краю. Работает. Пошла? Да, да, хорошо. На Вранглере. Новый Вранглер у нас сегодня. Саня просто не меняет моторы, а меняет Вранглеры. Ну, это серьёзный подход. Сейчас Женя проехал. Смотрите, как красиво. Центральная лужа. Сейчас будет ещё много интересных моментов. Так, а шо это за машина? А шо это за машина, Жек? Вот, зелёная. 60-й патрон. А, это известная машина. В прошлом году мы с ней в Карпатах вместе рубились там. В хорошем месте. Даёт кадры, красавчик. И посмотрите, что творит. Что там за колёса? Треподоры, как и были, 35-е. Так, самурай. Так, это Лёня. Ну, Лёню вы знаете. Лёня в своём месте. Посмотрите, что там творится. Какая там жесть. Ну, тоже красиво. Весь кадр испортил. Как Олег на маленьких колёсах. На маленьких колёсах проехал. Классно. Да. В общем, все проехали. Ну, там траектории разные бывают. Всё, погнали дальше. Самурай сзади тоже. На 29-х, насколько я помню, колёсах. Или меньше даже. Не, 29-е, наверное. Настолько чёткая машина, что даже на таких маленьких шинах едет наравне с большими. Тут ещё какие-то кучи с песком в конце высыпали. Посмотрите, как стало хорошо. Помните, как было тут сухо? Вообще, фактически, не было не было воды. Хорошо собирается вот здесь вода. Что тут Лёня не будет исполнять? Будет. так, Лёня по взрослому маршруту. Для самурая там, конечно, там, конечно, жизнь. Многие спрашивают, поставь старые колёса. Там не спрашивают, а советуют. Было круто, ехало. Ну, с этими колёсами я могу подъехать везде и поснимать. И намного всё веселее. Так, ну, тут диагоналка. Блокировка, наверное, не включается передняя. Задней, напомню, нету ещё. Там Саня снимает. Бранглер не Рубикон, а Сахара, насколько. Назад толкните его, может, руками. Так, вот штурман мечты сегодня с нами. Вытолкали. Юля, у тебя штаны нормально по цвету правильные, да? Да, они остановятся сейчас. Поэтому не хочу ехать. В прошлый раз я тут проезжал. И я, и бородач. Ну, проехал, красавчик. Так, а Олег, конечно, это так не оставит. Он давно не был в офроуде. Я знаю, люди, когда давно не были, они хотят его ощутить в полном объёме. Сейчас я вторую пониженную включил. Так, а Андрюха тоже это так не оставит. И сейчас будет экшн. Оно у Ниссан Патрол после Самураев и Уазов. Бензиновый, кстати, Патрол. 4,5. Старый мотор. Да, не спущен вообще. Из-за этого всё выскочил. Интересно, вот смотрите, по сравнению с самураями. Хотел сказать давай до свидания. Нет, не повис. Ходом. Короткий проехал, длинному сложно. Ходом. И повис. И повис. Блокировка, наверное, задняя есть. Красавчик просто. Просто красавчик. Ха-ха. Так, теперь моя очередь. Я тут по своему маршруту попробую. Так. Ребята регулируют дорогу общего пользования. Всем спасибо. Подписывайтесь, делитесь. Тут просто сейчас пропадёт всё. Животинки мусора набросали, как обычно. До встречи. До встречи. До встречи.